ну лады я начинаю остальные по ходу подтянутся для тех кто впервые меня зовут макс хиггер добро пожаловать трансляцию кстати можете приглашать сюда же своих друзей для этого нужно нажать на человечка в правом нижнем углу и сегодня давайте поговорим об успехе о вашем успехе вот как вы думаете а что такое успех давайте сначала разберемся что есть успех что такое успех как вы это понимаете пишите ваши версии что такое успех многие люди говорят об этом о успех я хочу быть в успехе а знаете ли вы что это такое знаете ли вы что такое быть в успехе ладно так как не следует быстрые ответы я буду сам говорить значит смотрите успех это ваша способность доводить тела до хорошего состояния то есть вы за что-то беретесь вы ответственно к этому подходите вы доводите это до наилучшего состояния да и на наилучшего результата вот если есть человек который за чтобы он не брался он рано или поздно доводит это до хорошего состояния да то есть он поднимает эту область или эту какую-то деятельность или что-то в жизни он за чтобы не брался он доводит это до хорошего состояния вот если у человека есть такая способность он ее прокачал тогда это успешный человек за чтобы он не взялся он рано или поздно это доводит до наилучшего состояния а о чем это говорит это говорит о том что у человека есть определенное внутреннее состояние внутреннее понимание внутренние отношения да то есть у него есть позиция в жизни позиция ну вот когда я за что-то если я берусь то я за это хватаюсь и я протаскиваю эту область по состояниям пока у меня здесь не будет все наилучшим образом вот что такое успех и для того чтобы это делать нам что нужно да нам же ну вот например если возвращаться к шкале тонов да нам же нужно вот в этих тонах находиться то есть для того чтобы что-то доводить до конструктивного хорошего состояния нужно самому пребывать в хорошем состоянии если вы находитесь например в тонах монотонность антагонизм враждебность боль гнев ненависть и возмущение как вы можете в таком внутреннем состоянии брать ответственность за какие-то области и конструктивно там что-то делать это деструктивные эмоциональные тона улавливаете да то есть если вы находитесь в деструктивном безответственном плохом внутреннем состоянии как вы можете в таком состоянии брать ответственности протаскивать что-то по состояниям вверх вам нужно сначала самого себя протащить по состояниям вверх то есть вам нужно пребывать в таком состоянии где так сейчас мы возьмем и сделаем что-то да то есть в состоянии энергетическом состоянии потенциала самостоятельно нужно находиться то есть когда вы сами с находитесь в таком состоянии то и все за что вы беретесь вы тоже протаскиваетесь по состояниям вверх поэтому все начинается в конечном итоге с чего с кого начинается все успех начинается с вас то есть в каком вы состоянии пребываете и вы сами сначала себя поддерживаете и протаскиваете по состояниям вверх поэтому все успешные люди так или иначе они где-то интуитивно осознают это этот момент и в первую очередь они следят за своим внутренним состоянием я должен пребывать в боевом состоянии я должен утром просыпаться и чувствовать что я способен брать и делать если я не способен то первая область с которой должен справиться это я сам то есть я должен сам справиться с собой и со своими какими-то вот этими внутренними состояниями которые мне мешают в конечном итоге добиваться успеха в жизни вот вот и весь секрет весь секрет успеха то есть начинайте себя поднимайте себя по состояниям делайте все возможное для того чтобы быть в боевом состоянии чтобы глазки горели чтобы была энергия чтобы вы были в тонусе и когда у вас есть такое состояние тогда в этом боевом состоянии вы можете взяться за любую область и тоже добиться там того же самого что вы делаете с собой и всего вас неразвала это состояние если бы вот это вот ничего не хочется да ну а как в таком состоянии вы можете взяться за что-то в жизни и довести это до успеха как невозможно понимаете socios и такое состояние ничего не хочется если не проснуться у меня все через через усилия надо вот руки через усилия двигаются ноги через усилия двигаются ничего меня не зажигает у меня какая-то монотонность да или вообще я ненавижу тихо в жизнь жизнь да вот в таком состоянии если вы находитесь как вы можете быть успешны в жизни выходит не как поэтому весь секрет крайне просто нужно начать себя сначала нужно сделать все возможное чтобы самостоятельно подняться по тону чтобы подняться в довольный слабый интерес консерватизм сильный интерес веселье энтузиазм и так далее да и пошли наверх пока не будет у вас вот понимание что поддерживать себя в боевом состоянии это главная задача у вас в жизни вас не будет ничего получаться уже для того чтобы были большие достижения в жизни должны быть сначала внутренние достижения внутренний потенциал внутреннее состояние и я в течение своей жизни часто это наблюдают стоит мне опуститься по тону стоит мне опуститься по тону получить какое-то поражение например да бывает что что-то вот я делал делал пытался и у меня встретилось какое-то препятствие я получил в этом поражение и я могу опуститься по тону и что здесь может произойти здесь может подключиться такое деструктивное мышление ну вот у меня опять ничего не получилось наверное проблемы внутри меня что-то со мной не так да я начинаю например рассуждать что у меня это и не получится и наверное я вообще не за что-то не зато взялся да то есть мой разум начинает оправдывать скажем так мое поражение то есть мое мышление начинает поддерживать какие-то упаднические настроения вот эту позицию деструктивную да то есть у меня что-то не получилось и вместо того чтобы начать конструктивно мыслить я начинаю впадать в такое деструктивное низкотонное неверящее в свои возможности в какие-то результаты мышления да и вот так себя можно обесценить то есть когда вы получаете какое-то поражение когда вы падаете по тону вниз вы можете начать сами себя обесценивать и прийти к выводу и закрепиться в выводе что у вас и не получится и у вас и не могло получиться да и вы можете начать фиксировать так сказать вот это низкое низкотонное эмоциональное состояние своим мышлением здесь к чему мы приходим в конечном итоге что оказывается ваш образ мысли влияет на ваше состояние если вы начинаете поддерживать негативное мышление если вы укореняетесь в такой мысли что типа у вас и не могло получиться это не для вас вы не можете да то есть если вы мыслите контрпродуктивно то вы будете фиксировать свое эмоциональное состояние и здесь начинается такой замкнутый круг ваши эмоции поддерживают ваше негативное мышление ваше негативное мышление поддерживает ваше низкое эмоциональное состояние вы попадаете в застревание в ловушку понимать как размыкается это ловушкой почему мы проводим эти трансляции она размыкается через мышление какое бы у вас не было эмоциональное состояние ваша мысль управляет любыми эмоциональными состояниями поэтому если вы начинаете настраиваться на какие-то конструктивные идеи эти идеи могут вас вытащить постепенно из этого состояния то есть если вы скажем так предполагайте что даже находясь самом ужасном эмоциональном состоянии вы начинаете смотреть на конструктив какой-то данная конструктив то есть перенастраиваться на какие-то конструктивные идеи Это помогает вас постепенно, ну как бы вам самим, постепенно вас же вытащить из этого состояния. Например, да, например, я сегодня, ну к примеру, да, вот проснулся, у меня плохое физическое состояние, да, возможно я не выспался, возможно просто я пребываю вот по вроде бы пока непонятным мне причинам в каком-то плохом физическом и эмоциональном состоянии. То есть я могу начать исповедовать такое мышление, которое просто поддерживает это состояние. Ну и ладно, ну и пусть будет, да, то есть я могу снять ответственность за своё состояние и типа пребывать в этом состоянии. Но у меня может быть совершенно другое интеллектуальное, мыслительное отношение к этой ситуации. Так, хорошо, что-то я как-то проснулся, какой-то я вяленький, да, что я могу с этим сделать? То есть что я могу сделать? И вот здесь начинается внесение управления, да, здесь начинается ответственная, успешная позиция. Вы берёте в том числе ответственность из-за своей эмоциональной и физической состояния, да, то есть у вас здесь появляется другая позиция, конструктивная. Так, хорошо, что я могу сейчас предпринять для того, чтобы подняться по тону? И тогда я, несмотря на то, что я себя не очень хорошо чувствую, вялый, да, я беру, раскатываю коврик и начинаю заниматься, например, йогой или начинаю заниматься какими-то упражнениями. Например, я начинаю делать 5 тибетцев, да, и я делаю эти 5 тибетцев, потом я начинаю приседать, отжиматься, там что-то делать. И если вы это сделаете, вы обнаружите, что после того, как вы позанимались, после того, как вы сделали все эти упражнения, что с вами произойдёт? Вы подниметесь по тону, понимаете? То есть вы фактически подниметесь, вы начнёте себя чувствовать лучше. А это означает что? Это означает то, что вы способны влиять на своё состояние. То есть если вы предпринимаете какие-то действия, несмотря на то, что вы себя плохо чувствуете, то вы как бы берёте ответственность за это. Вот этими отличаются успешные люди. Они даже, имея плохое состояние, берут за это ответственность. И они что-то делают для того, чтобы поддерживать хорошее состояние. Потом это становится привычкой, понимаете? Это становится такой конструктивной привычкой справляться, справляться. То есть что бы ни происходило, я беру за это ответственность и я мыслю конструктивно всегда. То есть нет смысла ныть и поддерживать вот это вот бэ-бэ-бэ. То есть нет, вы можете это делать, но если вы это поддерживаете, то оно начинает усиливаться и постепенно охватывать вас. И именно поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что успешные люди мыслят конструктивно и постоянно занимаются такими вещами, как спорт, какие-то духовные практики, то есть они постоянно предпринимают усилия для того, чтобы не скатываться в жопу и не пребывать в каких-то деструктивных, контрпродуктивных состояниях. То есть они взяли за это ответственность, просто поняли, либо оно управляет моей жизнью, либо я управляю этим. Понимаете, вот к этому и сводится успех. В конечном итоге успех это ваша ответственная позиция. Что я могу сегодня сделать для того, чтобы пребывать в более хорошем состоянии, улучшать свою жизнь, делать что-то полезное для других, делать что-то, что помогает мне реализовать свои потребности, реализовать какие-то цели, которые стоят передо мной, и чтобы в конечном итоге лучше жить. То есть я беру ответственность за качество своей жизни в свои руки. То есть я теперь принимаю ответственность за то, чтобы пребывать в хорошем состоянии. И вообще я воспитываю в себе такую позицию, даже когда я себя плохо чувствую, я не поддерживаю негативное мышление в отношении этих состояний. То есть как бы я себя плохо не чувствовал, я не сотрудничаю с этим, и я не поддерживаю своим мышлением это состояние. Я перенастраиваю всегда себя на более что-то конструктивное, на более высокие тона, на более полезные вещи. Это привычка. Вот у многих людей есть неуспешная привычка ныть, сотрудничать с плохими состояниями, находясь в плохом состоянии, искать причины вовне. То есть искать внешние источники, почему мне плохо, почему в моей жизни всё не получается. Это кто-то виноват. То есть это мышление, которое настроено не на то, чтобы справляться, не на то, чтобы брать и что-то делать, а на то, чтобы искать виноватых. То есть мы можем искать внешние причины того, почему в нашей жизни что-то не так. Можем? Можем. Это помогает? Это не помогает. На самом деле это не помогает. Это вам помогает пребывать в том привычном состоянии, в котором вы находитесь. Всё. То есть это, скажем так, помогает поддерживать ваш статус-кво, ваше привычное состояние. Но к успеху это не ведёт. И поэтому часто говорят, что успех — это изменение вашего отношения к тому, что происходит, через изменение вашего мышления, и через более принятие ответственной позиции, и через в конечном итоге изменение ваших действий. То есть вы вырабатываете совершенно новые стратегии поведения в жизни. И если вы вырабатываете эти привычки, эти стратегии, то это начинает влиять на ваше состояние. Вы начинаете подниматься по состояниям, чувствовать себя более бодрым, да, и понимать в какой-то момент, что у вас получается нести за это ответственность. То есть вы можете влиять на свои состояния, вы можете управлять своим тонусом. И в конечном итоге, поднимаясь в более, ну такое вот, более энергичное, более конструктивное состояние, вы начинаете видеть, что в этом состоянии вы более способны влиять на то, что происходит в вашей жизни, и управлять этим, да, и доводить это в конечном итоге до такого состояния, которое вам лучше подходит. Здесь вы постепенно начинаете видеть такую тенденцию со временем, что не кто-то должен в вашей жизни созидать за вас ваш успех и, ну, гармонию, какие-то вот, скажем так, конструктивные, полезные вещи. В конечном итоге вы понимаете, что вы это делаете, это от вас зависит, да. И вот так вот становится постепенно успешными людьми. Успешный человек — это человек, который берёт ответственность за собственные состояния, и потом начинает, когда он получает победы в продвижении внутри себя, да, по своим состояниям, то есть он становится всё более энергичный, всё более конструктивный, и возвращается постепенно в своё исходное состояние, более высокотонное, тогда он начинает видеть, что в этом состоянии, в этом типе мышления он может влиять на свою жизнь. А если вы находитесь в жопе, да, то есть если вы находитесь в низких тонах, у вас деструктивное мышление, вы привыкли поддерживать такую позицию, что с этим ничего нельзя сделать, и вы застряли в этом, то в этой позиции видится, то есть там такой взгляд на вещи, что некоторые вещи абсолютно невозможно изменить, и что вы на это не влияете. Но это всего лишь такое привычное состояние, с которым вы сотрудничаете. Стоит вам подняться, да, взять за это ответственность, подняться по тону, энергетически подняться внутренне, да, справиться с какими-то внутренними своими проблемами. Как только это происходит, вы видите, что вы можете справляться и с внешними. Так что здесь прямая корреляция между тем, в каком вы внутреннем, эмоциональном, духовном состоянии пребываете, между тем, как вы мыслите, и между тем, что вы имеете в жизни. Прямая связь. И когда человек успешен в жизни, он это так или иначе понимает. Он понимает, что нельзя внутри себя поддерживать низкие тона, упадническое настроение, упаднические мысли. Нельзя с этим сотрудничать. Дашь этому силу, оно тебя поглотит и затянет. И ты перестанешь иметь успех в жизни. Ты перестанешь хорошо справляться с теми задачами и с теми вызовами, которые тебе даёт жизнь. Вот и весь секрет успеха. Изучайте шкалу тонов. Здесь скрыты все секреты. То есть основной секрет здесь. То есть потому что, вот видите, вот в жёлтеньких состояниях, это означает, вы светитесь, вы энергичны. Вот в этих красных состояниях, зелёно-синих и серых, всё, вы можете скатываться и деградировать бесконечно вниз. Понимаете? То есть деградировать можно просто до таких ужасных состояний, в которых кажется, что вы вообще ничего не можете. Вы вообще полное следствие. Вы полное следствие того, что происходит. И также вы можете подняться до таких состояний, где вы являетесь полной причиной над тем, что происходит. То есть вы занимаете такую позицию. Я причина. Выбирайте, где вам быть. Прямо сейчас вы можете сделать этот выбор, принять это решение. Вы хотите быть в высоких тонах, вы хотите делать всё возможное для того, чтобы быть повыше и поддерживать этот боевой дух, высокий тон, позитивное, конструктивное мышление. Или вы хотите быть вот в этом нытье, в этих низкотонных состояниях, горе, сочувствие, оцепенение, незаслуженный, самоуничижение, жертва, безнадёжная, апатия, бесполезный. Это от вас зависит. Это ваше решение. В конечном итоге это ваше решение. Это вы этим управляете. Просто когда очень вниз скатываешься, то кажется, что от тебя уже ничего не зависит. Это только кажется. Всё зависит от тебя. Я в тебя верю, у тебя всё получится. Повери ты в себя. Поверь, что у тебя всё получится. Но не резко. Люди часто так долго деградировали, падали в неуспешное состояние, столько имели поражений и столько делали неправильных выводов из этих поражений, что им нужно справиться с этим всем. И это занимает достаточно длительный период времени. То есть, чтобы справиться с теми своими выводами по поводу себя и по поводу жизни негативными, которые они делали в течение долгих лет, нужно время. Нужно снова и снова пытаться, снова и снова перенастраивать свой ум, свой мыслительный аппарат на то, что получится. На то, что я найду выход. И не просто говорить, а брать и делать. Искать этот выход. Постоянно учиться, изучать. И искать этот выход. И если вы всё время настроены на поиск этого выхода из любой ситуации, вы его найдёте. Вы ищите, ищите, ищите. И постепенно поднимаетесь по состояниям. Вот когда вы сильно подниметесь, в какой-то момент вы увидите, успех — это реально. Успех — это вообще что-то естественное. То есть, это стало естественным состоянием жизни. Но это не само произошло. Это вы себя постепенно, как барон Мюнхгаузен, не зря барон Мюнхгаузен вот эту метафору использовал. Вы берёте себя и за волосы вытаскиваете из болота. Вместе с конём. Вместе с конём. Ну вот так. На этом сегодня всё. Спасибо, что были. Если понравилось, ставьте лайки, сердечки. Делитесь этой трансляцией. И приходите ещё. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Перископ. Да, я себя считаю успешным человеком. Потому что я не застреваю долго в низкотонных состояниях. И я не поддерживаю какие-то деструктивные тенденции в своей жизни. То есть, если что-то начинается бесполезное, деструктивное, всё, я сразу распознаю это и не кормлю. Вот и всё. Понимаешь, кормлю что-то полезное, что-то конструктивное. На этом всё. Пока-пока. Продолжение следует...